Радхараман Пожалуйста, продвиньтесь вперед, чтобы паломники могли пройти. Когда Шри Шатинандана Горохари был в Южной Индии, он пришел с Шри Рангом. И тогда Шри Махапрабу остановился дома у Великого Прамана Венката Баты, который был в Шри Сампродая. Он остался там на все месяцы Чатурмаси. И в то время он подвесил Венката Баты и всю свою семью от лакшмин Райана до лакшмин Райана, который был родственником Радхи Кришна Брендавана. В это время он подвесил Венката Бату и всех членов его семьи из поклонения лакшмин Райана, поклонения истинным оригинальным лакшмин Райана, то есть Радхи Кришны Брендавана. Сын Венката Баты был совсем маленьким мальчиком, его звали Гопал. Он очень привязался к Шри Читани Махапрабу. И когда Махапрабу уходил, уже собирался покинуть их, он плакал и взмолился, пожалуйста, не уходи, возьми меня с собой. Но Шри Читани Махапрабу сказал ему, что вы должны остаться здесь и служить своему отцу и дяде, они Вайшнавы. И затем, когда твой отец оставит тело, ты можешь прийти ко мне. И когда этот мальчик вырос, он стал очень известным Гопал Бата Госвами. Гопал Бата Госвами жил здесь во Брендаване. И однажды он отправился в Гималай, на реку Калагандаки, прямо на север, где Верховный Господь был в Шалаграмшиле. Он просто принимал омовение там, но одна Шалаграмшила прямо запрыгнула ему в руку, он положил ее обратно, но она снова запрыгнула его в руку и так было несколько раз. И тогда он понял, что эта Шила хочет принимать мое служение, быть со мной. Гопал Бата Госвами пришел сюда и совершил баджан совсем неподалеку, где здесь ворота. И он служил Шалаграмшиле, а вы знаете, что Шалаграмшила круглой формы. Дело шло к лету и приближался праздник Джулан-Ятра, это катание на качелях Радхи и Кришны. И один очень обеспеченный человек подарил Гопал Бате Госвами украшения для его виграхи. Другие Госвами из Брэндавана также декорировали их биграхи, Трибанга Рупавси Кришна и Радхи. И готовили очень красивые джулы и фестивалы, чтобы происходить. Другие Госвами тоже украшали свое божество и наряжали их, надевали на них очень красивые и дорогие украшения для того, чтобы подготовить их к прекрасным лилам Джулан-Ятры. Харирам Вьяс шутил с Гопал Батой Госвами. Он сказал, что вы не сможете декорировать ваш Шалаграмшиле. Что-то, что вы положите на него, он будет сняться, как когда вы положите соус на егг-плант. Да, если вы приготовите на егг-плант, и вы положите соус на егг-плант, и вы положите соус на егг-плант. Он сказал, что вы не сможете украсить свою шилу, потому что какое бы украшение ты на нее не положила, оно просто следить не удержится на круглой шиле. По тому, как если ты хочешь каким-то соусом болить баклажан, тоже не получится, он с него стечет. И Гопал Батой Госвами плакал. О, Кришна, я хочу декорировать тебя прекрасным шрингаром. И в то же время он очень скучал, испытывал сильную разлуку с Шри Читани Махапрабху, потому что с тех пор, как он был мальчиком, и тогда Читани Махапрабху ушел, с тех пор он его не видел. И таким образом, погруженный в эти два настроения, с одной стороны, в огромное желание украшить, совершить Шри Читани Махапрабху, с другой стороны, страдая в разлуке Шри Читани Махапрабху, Гопал Батой Госвами привел отдохнуть. А ночью к нему во сне пришел Радха Раман. И сказал, пойдем ко мне, соверши мой шрингар. И тогда Гопал Батой Госвами отправился к своей шрингармшиле. Но кто там был? Там был Радха Раман, Чидаршан, мы только что узрели. Так что, если у вас есть возможность, если вы посмотрите на Радха Рамана, то задняя сторона Радха Рамана, то увидите, что там он полностью круглый. Потому что это обратная сторона круглой шилы. А спереди он, это прекрасный Кришна, который, тем не менее, не три банга, а две банга. То есть он согнут в двух местах. Его стопы стоят так же, как стопы Мадана Мохана. Его лицо, как лицо Говинда Дева. А его грудь, как грудь Гопината. Поэтому его считают Мадана Моханом, Говинда и Гопинатом в одном лице. И потому что он такого миниатюрного размера. Когда террористы были в Бриндаване, все депутаты, Говинда и Гопината Мадана Мохан, они уехали Бриндаван и они уехали в Радха Раман, в Джайпур, Куроли. Но Радха Раман остался здесь. Потому что он был маленький, чтобы Пуджари мог его障害. Так что, в форме Радха Рамана, Говинда и Гопината Мохан остался в Бриндаване. И поскольку он такого миниатюрного размера, то когда сюда пришел мусульманский император Арангзепса со своими военными террористами, которые здесь все уничтожали, поскольку он был маленький, то Пуджари сумел спрятать Радха Рамана и он остался во Бриндаване. Тогда как Мадан Мохан, Говинда и Гопинат, они вынуждены были уехать в Джайпур, но они остались в образе Радха Рамана здесь, во Бриндаване. Иногда, в своей очень сильной разлуке, Гопал Бхата Госвами видел даршан Чайтани Махапрабху. Божество Радхики там нет. Потому что Рада Рамана — Рада Лингита Виграха, Кришна полностью обнимает Радхику. И когда каждый пора на теле Кришна обнимает каждую пору на теле Радхики, то это Шри Чайтани Махапрабху. Это Радха Раман. Вместе. Итак, Шалаграм Шиле, это Кришна и Радха Радха Рамана, это Радха Рамана Махапрабху. И поэтому, благодаря удивительной высочайшей премии Гопал Бхата Госвами, проявился шалаграм Шиле и совместной формой Радхи Кришны и Радха Раман. И он был Мани Махапрабху. Шрила Гопал Бхата Госвами Шрила Гопал Бхата Госвами это главный столб нашей Самбрады. Потому что, на основе его ноте, Шрила Гопал Бхата Госвами взяли эти ноте, их реагировали и сделали флоу, и это становились садсандарбасы, сих садсандарбасы, которые объясняют все хорошие детали Годиа, философии, это ВИЧАР. И на основе его ноте, Шрила Гопал Бхата Госвами создали Харибактивилас, который описывает все Годиа Ачара. Таким образом, все ВИЧАР и Ачара, это философия и практические действия Годиа основаны на написании Гопал Бхата Госвами. Гопал Бхата Госвами является таким столбом для Годиа Ваишнавов, потому что именно на основе, на базе его заметок их взял Шрила Джива Госвами, он их скомпилировал и организовал определенным способом и составил садсандарбу, то есть всю философскую седанту нашей линии. Это был ВИЧАР. И с другой стороны, Шрила Санатана Госвами тоже на основе его записок составил Харибактивилас, где все описано о поведении Ваишнавов. Таким образом, это был и Ачара и Прачар, и проповедь, и практическое поведение. Именно здесь, под этим деревом находится Пракат Стали, где Радха Роман проявился Шрила Гопал Бхата Госвами. Есть очень интересная история, связанная с Гопал Бхата Госвами. Ачара Махаправа был в Джаганатхапури. Мы идем в Матуре в Матуре в Матуре в Матуре. Прямо перед тем, как оставить этот мир, Он отдал свою собственную одежду, а также свою деревянную асану, Гадди, одному Ваишнаву, который отправлялся из Джаганатхапури во Вриндаван и передал бы ее Гопал Бхата Госвами. И когда этот Ваишнав приехал в Вриндаване, он сначала встретил Рупу Госвами и Санатана Госвами и получил пранам на их плече. И он показал им, что я был отправлен в Матуре для выставить эту асану, эту Гадди и эту класть к Гопал Бхата Госвами. И я принес эту асану и одежду от Махапрабу для Шрилагу Пал Бхата Госвами. И, окей, tomorrow, прабу, tomorrow, 5 o'clock. 5 o'clock, свами Гадди. Начинается в 5 o'clock. Вообще, в предыдущем, около 3.30, мы пойдем в Матуре в Музею. Для Даршаня, а потом мы приехали. 5 o'clock, свами Гадди. Итак, извините. Этот преданный прибыл к лотосным стопам Шрилы Рупы и Санатана Госвами. Он представил им одежду Махапрабу и его Гадди, асану. И Рупы и Санатана Госвами стали кланяться этим предметом. Потому что Чехтани Махапрабху не отвечал от своих нам, руп, гун, парикар, лила, дхам, and his clothes and his seat also. Потому что Шрилы Рупы и Санатана Госвами не отвечал от своих нам, руп, гун, налил, парикаров, и также от своей асаны и своей одежды. И тогда Рупы и Санатана сказали всем преданным, сделайте Маха Санкиртан. И тогда они, с великим удовольствием, брендархами, и с большим Нага Санатана Госвами пришли через брендархами. И они пришли к этому месту, где Гопала и Бхарта Госвами стояли и читали. И тогда они, все Ваишнавы и Рупы и Санатана Госвами устроили очень торжественную процессию, торжественный киртан. И они взяли эту асану и одежду с вычитанием Махапрабху и принесли сюда, где Шрила Гопала Госвами в уединении с Ракшалбаджан. Когда Гопал Бхата Госвами увидел Рупы и Санатана Госвами и все Ваишнавы, он приложил им свои пранамы. И они представили ему асану и одежду в читании Махапрабху. Гопал Бхата Госвами на свою голову положил эту одежду, и асану тоже приложил на голову. А Рупы и Санатана сказали, нет, ты должен сидеть на этой асане. Он сказал, ну как я могу сидеть на этой асане? Они сказали, более того, ты должен носить эту одежду. Но как я могу, это же Гади и одежда в читании Махапрабху. Они сказали, это воля в читании Махапрабху. И все плакали. Почему? Потому что если Ачария дает свою Гади представителям следующего поколения, это означает, что он собирается уйти. И, с одной стороны, все были в экстазе от того, что читание Махапрабху избрал Шилы Гопал Бхата Госвами для того, чтобы в дальнейшем представлять Гади и Санпрадаю. Но все плакали, потому что они понимали, что очень скоро Махапрабху войдет в свои апракатлилы, непроявленные лилы. Таким образом, Махапрабху задавал ответственностью Шри Гопал Бхата Госвами и его последователи, Анугаджан, Соблюдать и нести дальше Ачара Вичар, Вайшнавов, как нужно себя вести, что нужно делать, как нужно предлагать Богу, проводить все буджи. Но почему Радха Роман явился именно здесь? И почему Радха Роман называется Радха Роман? The answer is where? In Шримад Бхагавата. Because when all Braja Gopis were searching for Radha and Krishna, Radha and Krishna were wondering. From Шримгар, Radha were wondering and they came here. Radha and Krishna were walking here. Krishna said, oh, let's go further into the forest. Radha Rani said, nah, Pari, I'm Chalitong. I'm not able to go any further. And Krishna said, Radhika, пойдем дальше в лес, Radhika. But Radhika said, no, I'm already tired. If you want to go further, then you can carry me wherever you want. According to your desire. So then Krishna was thinking, that in the Parakya Rasa, in this relationship, then the heroine is contrary and the hero is submissive. And Krishna thought, that in Parakya Rasa, the heroine, the heroine, the heroine, the heroine is submissive. But now Radhika said, you take me wherever you want. That means she became submissive. So if she is submissive and I also submissive, then Rasa will not manifest. So I should be contrary. And Rasa Sheikha Krishna disappeared. When Krishna disappeared on this spot, then Radhika, she cried out, Hanata, Ramana, Prastha, Kwasi, Kwasi, Bahabuja, Dasyaste, Krippanayame, Sakkei, Darje, Asani, Dhin. So Radhika gave Krishna this name Ramana in this place. Hanata, you are my Pranana, without you, and my senses, my mind, nothing works. I am fully dependent on you, I live only for you. Oh, Ramana, you are my lover. So why did you leave me coming here and enjoy Ramana, loving past times with me? Oh, Ramana, you are my lover. Why did you leave me coming here and enjoy Ramana, loving past times with me? And she heard Krishna say, well, if you are going to die just now, if I come back, then there will be no point. And she heard Krishna say, well, if you are going to die just now, if I come back, then there will be no point. And Rasa said no, Kwasi, Kwasi, Mahabuja, where are you Mahabuja? That means you have great arms that just by the touch of your arms, even though I am about to die, I will be revived again. See, Krishna said, I am a prince, I am the son of a king of your brother. Why did you tell me that I have to carry you around? And Rasa said, well, because you were serving me so much in Shrengarvati, I became very familiar. But actually, Dasi stay, Krippanayame, be merciful to me, I am your Dasi. But you treated me like a friend, like an equal. So, hey, Sakai, Darsaya Samidhim, Krishna said, I am here right in front of you. My eyes are so full of tears, I cannot see, show yourself to me, come, come. And then Shrengarvati Radhika fainted here. So now you are in that very place described in Shrengarvata, where Radhika gave Krishna name Raman, and therefore Radha Raman appeared here. Excuse me, I told Gopal Bhatta Goswami is Manimajari. Gopal Bhatta Goswami is Guna Manjari, and he is the guru of Srinivasacharya, who is Manimajari. The Goswamis are Radha Raman, they consider Guna Manjari to be the main manjari. When we say we are Rupanuga, they cannot relate. So one of the Goswamis, he said to me, why do you say that Rupanjari is the chief? I said because every Gopi is one aspect of Radhika's Mahabhava Radhika. So Lalita is Radhika's Lalitbhava, Vishakha is Radhika's Visheshbhava. Rati Manjari is Radhi Manjari, Radhi Manjari, Radhi Manjari is Radhi Manjari. So of all the aspects, first there is Nam and then Rupan. So after Nam, Rupan includes all qualities. So Rupan Manjari is the embodiment of Radhi Manjari's Rup, her complete beauty, and everything else is a part of her beauty. So Rupan Manjari is the embodiment of Radhi Manjari's Rup, her complete beauty, and everything else is a part of her beauty. So then he said, but Rupan is also a Guna. So Guna Manjari Kijay. I have many interesting discussions with Goswamis here. Radhika Manjari, like Pundari Goswami, Srivats Goswami, Bandhanava Goswami, Vishambhar Goswami. So they are the Kripa Patrya in the Parampara, obviously, Gopal Bhatta Goswami, and they always had great love for our Parampara, Bhaktisadana, Sotakura, and all our Gordiyasanas Ratlaish Navas. So we are grateful to all the Sevaks, the Parashanas of Radha Ramana. And so we are very grateful to all the Sevaks, the Parashanas of Radha Ramana. Rupan Manjari is the Kripa Patrya. Rupan Manjari is the Kripa Patrya. Rupan Manjari is the Kripa Patrya. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова